итак приветствую мои друзья и гости канала всем огромный привет сегодня понедельника это значит новая рабочая неделя это значит что мы едем с вами в адлер почему в адлер потому что в адлере теоретически можно остановиться гораздо дешевле но это только теория на практике обходится наоборот все получается гораздо дороже но я не имею ввиду те гостевые дома которые вы живете с удобствами на улице и так далее если например вот действительно посмотрите нормальный стоящий отель то в принципе в адлере даже обходится дороже ну да ладно все-таки реклама это двигатель торговли и если правильно у нас разрекламировали тот или иной отель или правильно преподнесли или какой-то миф развеяли то конечно же в адлере действительно много людей останавливается потому что у меня есть три клиента три клиента остановились одни остановились меня в санатории точнее пенсионате изумруд одни остановились просто на улице фигурная а третье я не помню где но в общем мы до них доедем дайте сначала первое отвечу на вопрос по поводу того что там у нас в сочи затопило или не затопило ну не знаю я сегодня посмотрел новости с утра да я офигел окажется в сочи был потоп а я почему-то передвигаюсь да я работал в субботу в воскресенье в пятницу и почему-то я потоп не увидел ну да ладно может быть я не там передвигаюсь где нужно а может быть я живу не в том месте где нужно я не увидел здесь какие-то лужи потому что мне тоже было для интереса хотелось бы снять но 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 ребят этого нет поэтому поэтому где берут такие потопы я даже не знаю кто-то сказал может быть вполне возможно что в лазаревском вполне возможно но до лазаревского я не доезжал хотя брат субботу был в лазаревском ездил показывал жилой комплекс семейный сказал что все нормально ничего такого смертельного не было ну да ладно ребят не знаю мне пока непонятно какие потопы произошли где произошли и что произошло то что пляж был закрыт у нас в субботу да это факт пытались закрывать ну как вы сами понимаете только не перед нашими туристами наши туристы все равно лезут все равно тонут само собой разумеешься потому что не знает приехали на 7 дней в сочи и хочется там каждую минуту провести на пляже такое тоже бывает потому что когда я и раньше катался именно с целью отдыха с целью искупаться я помню когда в египте выпал снег первый раз там за 80 лет мы тоже пошли на пляж было плюс 5 градусов и мы там с тремя одеялами сидели как как дебилы на море и просто там может быть дышали может еще что-то я не знаю с чем это связано но благо там через два дня распогодилось в общем давайте попробуем поговорить на другую тему тема у нас работа с утра сегодня мониторила работу для своих друзей потому что спросили макса правда ли неправда ну и конечно же я пару объявлений прозвонил я не знаю почему не могут сделать мои друзья не знаю почему может лень может еще что-нибудь и даже вот например вот прозвонил объявление где например есть такие вакансии как например администратор такие есть вакансии как гормичные и так далее и зарплата действительно там низкая там 30 тысяч рублей 35 тысяч рублей но было везде написано что официальная зарплата официальное оформление и при этом еще и дается как скажем спальное место но это не значит что вам дается квартира какая-нибудь нет это дается вам типа есть при каждом отеле такое-то место для размещения персонала где вы можете жить вполне возможно с соседкой и так далее но факт то что у вас еще жильем обеспечивают такое жилье например в таком же пансионате или там в санатории снять стоит не менее чем 15-18 тысяч рублей в месяц тем более когда сезон это вообще просто трэш поэтому по сути можно ориентироваться пока если мы прибавим эту сумму плюс еще во многих местах еще и питание себя входит трехразовое то я думаю что все равно что надо прибавить 25 тысяч в итоге средняя зарплата получается 55 если же конечно же мы рассматриваем для этого работы для тех людей у которых есть свое жилье конечно не выгодно да можно посмотреть что-то другое но факт то что даже я посмотрел объявление очень много мест где жилье предоставляется это огромный плюс потому что как вы знаете местные особо не хотят работать нигде притом и ничего не остается как как привлекать иногородних и иногородниц своей стороны чтобы приехали нужно обеспечить их как минимум проживанием я спросил и чара дело почему требуется почему такая текучка говорю есть же такое понятие что в сочи нет работы и так дальше что не может набрать так мне говорит что люди которые приезжают к нам устраивается в общем нормально я вывел на разговор сначала записал потом думать блин думаю такая нормальная девушка была может женщина что ну не хочется хотя она мне тоже рассказала как наяву сказал что да действительно приезжает буквально говорит там буквально хватает на месяц на полтора потом увольняется находит место где платят больше потому что у нас самая высокая зарплата мы берем именно тем что мы предоставляем жилье то что у нас белая зарплата и так далее и многие предпочитают уйти на серую зарплату где соответственно они будут зарабатывать больше ну и конечно же многие по той или иной причине покупают себе жилье и получается наше конкурентное преимущество которое мы озвучиваем становится так скажем несущественное поэтому поэтому как бы происходит именно так говорит плюс опять же говорит за полтора-два месяца слишком сильно люди расслабляются выгодь не поверите пьют и даже женщина ведь пьют говорит поэтому очень тяжело вот ну как бы вот но с работниками ну реально тяжело и в запой уходит и все по графику например это 5-2 в том числе даже у горничных там нет такого что два дня работа два дня отдыхает спросил почему нельзя ответили очень просто потому что говорит если человек на два дня уходит на отдых то чаще всего он ну как бы загуливает в общем примерно так нормально так пообщались и в целом тут скажет там макс 30 тысяч рублей это не зарплата ну ребят да не зарплата но я опять же я смотрел тех людей которые там хотят работать горничными которые хотят работать там те же самые есть те которые как сказать как же это правильно звучит в общем кто приносит и уносит чемоданы и так далее много вакансий таких как на красном поляне очень много вакансий в адлере именно если мы берем с вами вот вот именно обслуживающий персонал при гостинице если же мы с вами смотрим другие вакансии какие-нибудь да те же самые там торговые представители и так далее то уже почти все вакансии предлагаются именно в сочи даже если написано адлер все равно в телефонном разговоре обговаривают что придется ездить в сочи в сочи главный офис в сочи планерский в сочи то в сочи это ну например вы можете торговым представителем работать по адлеру но при этом вам не нужно забывать про сочи по поводу торговых представителей оплачивается гсм да они там все это оплачивается связь в общем все это как как везде и в принципе торговые представители без опыта начинают работать от 70 тысяч рублей если например брать опытные если что-то они там умеют то зарплата ну 100 тысяч рублей тоже не такая большая зарплата согласен с вами также я попробовал позвонить еще и агентство недвижимости и ну как бы начал разговаривать так вот издалека нашел например объявление агентство недвижимости например ну не буду говорить название чтобы не рекламировать вот у вас фигурирует зарплата 120-150 тысяч рублей я говорю но почему такая зарплата низкая ну как бы спросил бы вот например я видел другие объявления агентство недвижимости там зарплата выше ну и там конечно пауза пауза ведь а у вас есть опыт я буду да у меня есть есть опыт работала приходилось те говорят ну вы можете работать в crm системе а куда могут такое такое то ну так вот немножко пообщались тоже и и говорит ну у вас будет зарплата говорит о 200 тысяч рублей выше я бы чего это зависит опять какая-то пауза и потом все-таки объяснили понимаете говорит мы когда даем объявление где действительно сколько у нас зарабатывают там топовые менеджеры так далее но они называют не риэлторами а менеджерами то у нас говорит отклика нет понимаете отклика нет на наши вакансии люди не верят и либо не хотят в это верить потому что большинство тоже при это приезжие где в родном городе они будучи риэлтором могут там зарабатывать 50 тысяч рублей максимум и все и мы поэтому автоматически берем и принижаем но если вы посмотрите еще вакансии то у нас есть немножко другая формулировка например менеджер по продаже элитной недвижимости менеджер то менеджер это то там есть где зарплата фигурирует до 300 тысяч и 500 тысяч и так далее соответственно говорит откликов на вакансию где зарплата фигурирует 100 тысяч она гораздо выше гораздо эффективнее говорит мы ставим разные номера телефонов чтобы понимать на какое объявление отреагировали люди и делаем такой неоднозначный вывод что как бы люди реагируют только на объявления где фигурирует зарплата до 100 тысяч рублей и потом уже в процессе собеседования и так далее когда общаются уже с другими работниками мы уже как бы уже как бы подтягиваем с другой стороны нам тоже неинтересны те люди которые себя ограничивают потолком в зарплате в 100 тысяч рублей и стараемся все таки чтобы как бы были у нас такие грамотные сильные но говорит таких людей все меньше и меньше и меньше ну тоже я ну как бы не говорил что там я работал в Сочи я говорю а почему там говорю текучка есть тебе говорит да у нас есть текучка как и везде говорит мы работаем на проценте говорит работаем по договору говорит и в целом говорит конечно ну такое вот есть говорит скажем честно не будем вас обманывать текучка большая говорит но она мне сказала там по телефону что примерно остается 30 процентов все остальные у нас так получается что меняется меняется еще раз меняется ну в принципе да немножко может быть по проценту приврала потому что все таки и вы и мы знаем что все таки у нас 20 процентов не больше которые основные в этой сфере потому что в сфере где нет у тебя окладов очень тяжело и она тоже говорит много людей приезжает с регионов там где они работали на заводах там где у них была там окладная часть какая-нибудь там 70 там 50 там ну это у кого-то 100 тысяч рублей и в принципе они не готовы работать на проценте говорит а мы не готовы платить за то что говорит есть в принципе варианты когда стажировка у тебя как-то говорит есть у нас фиксированы 20 тысяч рублей но мы потом все равно или 25 тысяч рублей он сказал но потом мы все равно это вычитаем говорит с процентом как бы в начале мы можем поддержать говорит что-то платить но по итогу говорит все равно но потом мы это все ну удержим в общем как бы ну грамотно правильно мне сказала мне даже понравилось с ней общаться я говорю хотел записать даже записал ну не буду публиковать потому что я думаю с моей стороны будет некрасиво но реально она хорошо прямо рассказала она не врала потому что я в этой сфере работаю и я уже знаю как бы знаю какие зарплаты есть знаю каких зарплат нет в общем много чего я знаю и в целом дала достоверную информацию поэтому ребят когда вы спрашиваете там то или иное могу сказать со сто процентов уверенности если вдруг выяснилось что вам хочется знать побольше ну задавайте больше вопросов я думаю что любой представитель HR они с большим удовольствием вам ответят как как есть нет цели как-то вас захомутать и так далее потому что я говорю а у вас какая мотивация ну каждый раз конвейер и так далее я говорю а у нас мотивация очень простая мы получаем бонусы и премии только за тех сотрудников которые проработали в компании более 6 месяцев и тогда у нас хороший премиальный блин я это прям удивился кстати надо спросить у нашего HR есть интересные такие премиальные или нет ну просто интересно даже в общем позвонил я еще в другое агентство недвижимости знает точно что работают они ну немножко по старой схеме ни по CRM системе ни собирателей лидов через интернет а вот именно непонятными какими там там да тоже сказали что функции менеджера входят это подача объявлений там то сё я говорю мне придется фейки ну как вам сказать ну начинать там ну это не фейк это просто главное привлечь клиента а дальше ну в общем такое начали ну в общем я понял что придется заниматься тем что ты будешь опубликовывать эти лжи объявления спросил за чей счет сказали что за счет компании в общем такое все есть в общем как бы так ну опять же требуется это так же те специалисты которые работали со вторичкой но акцент сделал на то чтобы заключать агентские договора в первую очередь тоже рассказали что там есть там юристы есть то есть всё в принципе все агентства недвижимости в Сочи готовы брать без опыта работы готовы обучать даже если у вас есть опыт в риэлторстве в любом другом городе то вам эти так скажем навыки здесь не потребуется по одной простой причине потому что абсолютно другой рынок очень много специфики и так далее ну верю 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 еще раз верю теперь что касается значит так все давайте пройдем здесь теперь что касается все таки я пытался добиться средняя зарплата по больнице и так далее так мне неразумительного ответа не дали сказали что у всех разные способности у всех разная работоспособность ну и в конце все таки мне один из чаров сказал что многие уходят на вольные хлеба потому что очень сильно как бы расслабляет либо например чтобы у тебя был результат тебя надо держать прямо в ежовых рукавицах и многие там спустя полгода год у нас все таки вольные хлеба они не убегают в другую компанию они становятся частными девелторами частниками поэтому текучка такая есть и я говорю а зачем вы мне это рассказываете получается я тоже могу в частники потом идти она говорит ну мне рассказывай и вам не рассказывай итог один потому что говорит я говорю как есть вы спросили я вам ответил я так удивился блин офигеть просто можно в общем пообщались пообщались мы я сначала думал запиливать этот видеоролик или не запиливать потому что ну как вам сказать в принципе я это и так все знаю прекрасно те кто дистанционно вот сейчас сидят там выбирают работу или еще что-нибудь они в принципе сами могут всю эту информацию узнать с ну на то же самое собеседование потому что когда я ехал в сочи и когда я общался например с нашим чаром я уже знал даже ну как бы сколько зарабатывает сколько зарабатывает топы я в принципе она мне все рассказала ну реально все рассказала и например вот мне недавно звонила да у нас юля с чар отделом и задала мне вопрос сколько у меня был максимум сделок я ответил но я понял что она наверное может быть на громкой связи хотя он меня не предупреждал потому что в принципе ничего в этом ну в этой информации ничего такого секретного нет или что-то такого незаконного нет ну как бы не знаю почему то знаете если мы берем с вами например Америку да то там люди гордятся своим заработком своей зарплатой они ее озвучивают сколько они заработали за год и так далее то у нас в России почему-то все любят немножко почему-то себе занижать любят немножечко все скрывать и так далее может быть отходят налогов может быть действительно как принято в России деньги любят тишину не знаю какие причины но одно точно могу сказать что судя по той работе которую я проделал да и делал эту работу на Headhunter я понял одну простую вещь те кто хотят найти себе работу они находят те кто не хотят найти работу те найдут эту отмазку почему они не работают там или там или еще где-нибудь потому что смотрите например вакансии да есть где у тебя есть оклад где от тебя ничего не зависит есть определенный такой скажем фикс какие есть действительно там очень низкая заработная плата при том я смотрел вакансии вакансии есть начиная там от горничной и заканчивая там руководителями там структурных подразделений и тому подобное в общем вариантов очень-очень-очень много другое дело что в Сочи знаете почти каждый работодатель делает на это акцент что в Сочи сложно 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 работать в том плане что все работают на проценте все работают на определенные ставки все работают на как бы на определенных условиях которые в общем которые диктует работодатель вот у нас семерочка остановилась поэтому поэтому ну что я могу вам сказать по поводу работы да еще раз повторюсь даже вот когда я спросил да даже интересовался за горничных даже задолбали даже горничные которые работают да в конце концов они потом переходят на то чтобы работать ну участниками например те же самые подработки я вот приведу вам пример когда я делал в квартире ремонт да точнее там мебель это все и после ремонта нужно было убрать мы полторы недели искали человека который бы пришел бы там и вымыл там кафель там подобное но не было как бы все были заняты и так далее кое-как нашли даже с теми людьми с которыми я работал либо уже кто-то нашел другую работу себе они перестали в этой сфере работать либо еще хотя просто чтобы вы понимали уборка квартиры там за один день после того после ремонта после всего оплата 50 квадратных метров это 5000 рублей я считаю что 5000 рублей это нифига не дешево но даже за 5000 рублей мы не могли найти представляете себе если хотя бы две квартиры убирать в неделю это уже 10 тысяч в неделю ну как бы так теперь вот что касается экскурсоводов да тоже нашел вакансию экскурсии и фигурировала зарплата 50 тысяч рублей хотя мы вчера встречались с нашим подписчиком Дмитрием да он говорил что спокойно за 100 тысяч рублей переваливает но опять же когда позвонил спросил то же самое как бы у людей не укладывается в голове те которые ищут работу то что можно там за экскурсии то что будешь ходить там людей там как образно развлекать и так далее будешь зарабатывать там 100 тысяч поэтому и делают такую оплату для того чтобы был отклик в общем если например мы с вами смотрим продажи квартир то там у нас цену занижают и тогда мы получаем отклики а на реальные объявления никто не реагирует если же мы берем с вами работу там с точностью наоборот когда озвучивается реальная зарплата то отклика нет если же занижаем то отклик есть почему так происходит ну да не верят как бы ну сразу скажу ой глядь как же правильно сформулировать работа в сочи есть но 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 халявы в сочи нет на любой работе без разницы какая была труда ты должен вкалывать ты не должен отсиживать те люди которые есть в вакансии от которых мало что зависит да например офис менеджер и так далее действительно у них зарплата там 30 тысяч там 35 тысяч рублей зарплата маленькая ну понимаете там и зона ответственности маленькая то же самое что в одной и той же компании ты можешь там быть офис менеджером ты можешь быть маркетологом ты можешь быть пиарщиком ты можешь быть продавцом и конечно все таки я промониторил самые высокие зарплаты это у тех людей которые работают в сфере продаж без разницы в сфере продаж там турпутек либо еще что-нибудь именно там самые высокие у нас фигурируют зарплаты объясню почему если например мы там пока жили при советском союзе был дефицит товара и по сути продавец это был тот человек который просто даже это был не продавец это был кассир который вам отпускал товар и за товаром сами становились в очередь там не нужно было особо никаких умений там не нужна была техника продаж и так далее то сейчас с учетом того что любое производство сделать гораздо проще чем реализовать тот или иной продукт кто-то сейчас будет со мной спорить ну нет ребят организовать мебельную фабрику гораздо проще чем организовать сбыт на этой мебельной фабрике организовать не знаю там какой-нибудь магазин где-нибудь гораздо легче чем организовать клиентский входящий поток это сто процентов ну если бы это было так легко то бы у нас каждый второй бы открывал бы свой магазинчик и так далее и не закрывал бы его то же самое это касается и агентств недвижимости да даже вы смотрите да наблюдали уже за многими которые открывали свои агентства недвижимости и потом благополучно либо закрывали либо остановились один сам себе риэлтор сам себе директор агентства сам себе продавец сам себе рекламщик все сам в одном в городе Сочи открывается очень много агентств недвижимости еще больше агентств недвижимости закрывается причина очень простая очень тяжело тяжело работать и если ты работаешь законными объектами если ты работаешь с безопасными объектами то как таковое там с теми процентами которые платит тот или иной застройщик но очень тяжело удержаться ну реально тяжело удержаться если же переключаться на что-нибудь такое ну как бы с высокой риск высокорискованные объекты то да заработать можно в том числе где можно хорошо зарабатывать как руководитель как всему но есть еще такое что тебя могут еще и взять за одно место например многие риелторы исчезали с канала youtube не просто не просто что там перехотелось зарабатывать деньги нет просто было очень много проверок соответственно Рубеп Краснодар дергал я знаю в том числе и моих коллег которых выдергивали уже раз по восемь в Краснодар за эти всевозможные говнообъекты которые они пиарили и все и потом в конце концов под давлением под давлением как бы сказать ну не получалось там тем более многие там у нас все таки у нас в полиции работают не тупые да если тем более где-нибудь там уже на областном да на краевом уровне и могут так же все и сохранять и так далее в общем нормально работа ведется поэтому меньше народу и стало на просторах ютуба ну в общем наверное все если коротко да работа есть по оплате да тоже разное есть тоже кто на что учился хотя вот посмотрел все вакансии нигде не требуется такого чтобы например вот было какое-то это образование по профилю и так далее ну потому что понимают что везде приходится обучать потому что большинство институтов работает там по устаревшим программам действительно я сам смотрел где приходится там с нуля обучать тех же самых маркетологов тех же самых там даже те же самых бухгалтеров да например бухгалтеров да учит там базе работать там 1С может быть там научат работать там с таблицами excel и так далее а вот например там специфически например там работать в той или иной программе например там црм системе там еще что-нибудь такого института только не обучают приходится обучать именно здесь да или там особенности то или ино тем более опять же там если например раньше ладно не буду говорить в общем ну есть своя определенная особенность поэтому 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 объявления я посмотрел на авито и на хитхантере есть вакансии есть а дальше все конечно зависит от вас как же я ненавижу этот адлер а почему я просто каждый раз еду в этой долбанной пробке мне сегодня еще ехать три раза ладно ребят вам всем хорошего настроения смотрите самим еще раз повторюсь я эту работу сделал хотя понимаю что тот человек который ищет в себе работу все это может сделать прекрасно сам ну как бы ему не нужно там кого-то просить как бы как бы я знаю что я сделал медвежью услугу что я потратил свое время лучше бы я это время там потратил там на изучение какой-то объект или еще что-нибудь ну просто провел эксперимент для себя сделал выводы работа есть другое дело что не каждый хочет работать и это большая проблема как говорят все мои знакомые которые которые здесь есть все мои знакомые те люди которые открыли тот или иной бизнес самая большая проблема это в кадрах ну реально говорит город весь на расслабоне все такое все на легке и очень тяжело найти поэтому говорит Макс если будешь снимать ролик там что-нибудь про работу про переезд имей в виду если вдруг у кого-то бизнес кто хочет организовать бизнес свой здесь то пусть готовится к тому что им придется с собой забирать ну весь коллектив и действительно так если например мы возьмем тех ребят которые с ремонтами с Орска и не только с Орска они с большим удовольствием забрали с собой сотрудников если мы возьмем с вами того же самого например Вячеслава у нее тоже ремонтники все свои если мы возьмем там строители например вот я знаю Олега он строит дома то же самое забрал ребят со своего города родного если мы возьмем Евгения который тоже строитель тоже забрал потому что здесь невозможно ну невозможно найти специалистов потому что все специалисты они здесь дорого стоят очень дорого стоят и они в принципе без проблем себе находят работу ну без проблем ну как бы так такого дефицита как например в наших родных городах например по работникам такого здесь и нет город все таки как ни крути развивается всевозможные стройки и всевозможные там то же самое и те же самые работники которые там ремонтируют дороги у нас и прокладывают там новые там какие-то пути то и все в общем хватает работы не хватает именно тех людей которые готовы работать все людей которые готовы зарабатывать в общем как бы так все ребят вам всем хорошее настроение побольше позитива сейчас я пошел на разворот и едем мы с вами пансионат изумруд а теперь пока в общем то все это как это это вы и в общем измель